Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Мы находимся сейчас между праздником Вознесения Господня и праздником Святой Троицы. Сегодня мы с вами в этот воскресный день вспоминаем Первый Вселенский Собор и Отцов Церкви, которые собрались на этом соборе. И вопрос, почему нам надо вспоминать о событиях давно минувших дней? Ведь Первый Вселенский Собор проходил в 325 году, 16 столетий назад. И, однако, для нас он важен, для нас он дорог, потому что Первый Вселенский Собор отстоял в христианском мире главную истину нашей веры и истину не просто для ума, но ту, что является средоточием нашего спасения, нашей жизни здесь и теперь, которая ведет нас в Царство Божие. В те времена было много богословов, высказывавших свои мнения о тайне Божией, о том, что человеческий разум постигнуть не в состоянии. Но все-таки пытливый ум человека пытался проникнуть и туда, в эту неприступную тайну. И из человеческой мудрости часто рождались всевозможные спорные мнения и лжеучения. Одно из них всколыхнуло весь тогдашний христианский мир. Называлось оно «Арианство» по имени Ария, пресвитера египетского, александрийского. Он говорил о том, что хотя Христос – Спаситель и есть Бог, но не тот высший Бог, а один из созданных высшим Богом великих существ. Но при этом мы не должны забывать, что в то время Римскую империю населяли в основном язычники или вчерашние язычники, недавно обратившиеся в христианство. И в их понятиях было много богов на небе и на земле. Боги, по их представлениям, управляли звездами, ветрами, морями, силами природы, растениями и животными. И вот Арий говорил, да, мы прославляем Иисуса Христа, да, мы перед Ним преклоняемся, мы даем Ему имя Бога, но это не значит, говорил он, что, живший на земле, как человек, страдавший, радовавшийся, печалившийся, устававший в пути, несший на себе все немощи, кроме греха, есть тот самый Верховный Творец, который все создал. Он как бы низший Бог, второй по рангу созданный. Умствуя таким образом, Арий постепенно распространил свое мнение, и людям это учение казалось понятным и здравым. В самом деле, Бог истинный и высший, Он непостижим, а Христос, живший на земле, это как бы малый Бог для нас, созданный Отцом Небесным. И если бы святые отцы того времени не обратили внимания на то, какую опасность это учение содержит, то было бы извращено в корне все христианское учение. В чем заключается для нас радость спасения? В том, что не ангел, не какое-то высшее существо, а Сам Господь умалился, чтобы быть одним из нас. Сам Господь отдал Себя, чтобы человек был приобщен к Его божественной жизни. Апостол Павел нас учит тому, что никакая сила, никакое небесное существо, ни начальство, ни власти, ни ангелы, а именно сущий повсюду Бог и воплотился на земле нашего ради спасения. Он и дает нам силу благодати. Он и есть тот, кто любит человеческий род и каждую душу в отдельности, и всех нас вместе. Святитель Афанасий и другие великие отцы Церкви того времени, отстаивая, защищая эту истину против орианства, защищали самое для нас дорогое, самое важное – то, без чего нет настоящей христианской веры. И когда мы с вами обращаемся к Кресту, на Котором был распят Христос Спаситель, мы знаем, что Бог страждет вместе с миром для того, чтобы нас, в конце концов, поднять из юдали страдания. Его небесная любовь пришла на землю. Он, который чужд страданию, принял его вместе с нами, пережил, через все прошел, даже через агонию и смерть. И это все нам дорого. Но, может быть, это просто наше желание, и потому мы так за это прочно держимся? Нет. Мы говорим это не от себя, а от самого Слова Божия, потому что именно в нем, в Слове Божием, в Священном Писании, открывается эта истина, а не какая другая. И в эти дни, когда мы празднуем память отцов, в церкви читаются слова Спасителя из его первосвященнической молитвы. И они дают нам ясное представление о том, что все эти учения были ложные, но что сам Господь, его любящее сердце, снизошло в мир. Вот что говорит нам сам Господь. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Значит, вечную жизнь мы можем уже сейчас получить и здесь, узнать истинного Бога и того, кто исшел от Бога, кто есть Слово Божие, Иисуса Христа. «Когда Он был на земле, Он прославил Отца, то есть явил нам Его великую силу. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне. ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Едины, как и мы. Это говорит Христос. Человек и Богочеловек, смертный и бессмертный, божественный и на земле, обращаясь к Отцу Небесному, с Которым Он един. Это и есть единство Отца и Сына. В этих словах Христовых заключен призыв и к нам, к каждому из нас, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Значит, тайна Святой Троицы, которую мы будем через неделю прославлять и славить в молитвах, это для нас не какое-то далекое отвлеченное умствование. Нет, это живое Слово Божие, данное нам для этой жизни, жизни на земле. И все, о чем здесь сказано, дано нам как великий дар, чтобы нам оживотворять каждый день, каждую минуту, каждую секунду нашей жизни. И все, что открывает нам Церковь, все, что находится в Священном Писании, все эти великие тайны относятся к жизни, жизни, ведущей в Царство Божие. Поэтому будем просить Бога и стараться вникать в них, в эти тайны, стараться понять их умом и сердцем. И тогда мы увидим, что ничего из догматов, утвержденных на Вселенских Соборах, не было дано нам просто ради нашей любознательности, просто, чтобы мы что-то новое узнали. Все было дано для жизни здесь и теперь. Потому что Христос хочет, чтобы наша жизнь уже здесь была, приобщена к вечности и открывает для этого путь. «Да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok